На прямой связи Великобритания. Там тоже много россиян, которые сегодня выбирают президента. Всю последнюю информацию надеемся узнать у нашего корреспондента Тимура Сиразиева. Тимур, вы нас слышите? К аналогичной дате выборов в государстве... И вы видите, вот непосредственно мы находимся на избирательном участке. Это здание посольства. Вы видите, что избиратели сейчас здесь есть. Они пришли сюда, чтобы получить бюллетень и проголосовать. В течение всего дня здесь была рекордная явка. Очень много было людей. Мы можем показать, как здесь все организовано. В принципе, точно так же, как и на других участках. Непосредственно кабина для голосования, вот урны для бюллетеня. Увидеть, что они прозрачные. Проголосовало уже 3000 человек. И очень много было сегодня молодых людей, студентов. Приходили целыми семьями. И, кстати, сегодня здесь аномальные холода, как говорят в Лондоне. Вы видите, выпал снег. Действительно, здесь холодно. Это зверь с востока, так называют этот циклон. Но, тем не менее, людей очень много. И очередь была такая длинная. Я попрошу вас показать эти кадры. Они у вас есть. Здесь люди стояли целый час, ждали возможности своих, чтобы проголосовать. В течение всего дня сюда шли люди. И, как вы знаете, ситуация в Лондоне непростая. Меры безопасности здесь повышены. Тем не менее, никаких происшествий не зафиксировано. Были сложности непосредственно у избирательной комиссии. Потому что 23 дипломата наших должны покинуть эту страну. Тем не менее, дипломата в последний момент заменили. Они тоже должны были быть среди комиссии избирательной. Так что увидите, что все сейчас на своих местах. Все работают. И, как я уже сказал, очень активно голосует Лондон. Есть еще один избирательный участок в Эдинбурге. Там тоже очень большая явка. Так что мы продолжаем голосовать. Я думаю, что это будет рекорд по явке. По крайней мере, так нам сказал председатель избирательной комиссии. Да, спасибо, Тимур. На прямой связи из Лондона о голосовании был наш корреспондент Тимур Сиразеев. Ну и добавлю, что сейчас на экранах вы видите последние данные, которые публикуют ФОМС и ФЦИОМ. Это данные по обработке 21% бюллетеней.